МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Израиль выделит 3,5 миллиона шекелей на запись свидетельств переживших Холокост по всему миру. Инициаторами проекта стали премьер-министр Яир Лапид и министр социального равенства Мирав Коэн. Их предложение было принято на фоне роста случаев отрицания Холокоста и сокращения числа выживших. Специально для молодежи собранные материалы оцифруют и адаптируют под формат социальных сетей. Также они будут включены в образовательные программы стран-партнеров. Отмечается, что более 60% молодых американцев не знают, что 6 миллионов евреев были убиты в ходе нацистского геноцида. Израильские спортсмены завоевали 33 медали на чемпионате Европы по УШУ, который прошел в Греции. 14 золотых, 10 серебряных и 9 бронзовых в разных категориях. Сборную еврейского государства во главе с тренером Александром Френкелем представили 19 человек, прошедших строгий отбор. Это самая многочисленная израильская делегация за всю историю чемпионатов Европы по УШУ. В США ушел из жизни главный редактор газеты «Новый рубеж» Номерт Евдаев. Он родился в 1929 году в Баку. После окончания 7 класса школы поступил в коммунально-строительный техникум. Затем получил высшее образование в Институте иностранных языков. Работал преподавателем в школе. С 1956 года жил в Москве, учился заочно в Институте связи. Вовлекался музыкой и живописью, играл в джазовых коллективах, занимался историей западноевропейского искусства, а также переводами и публикациями в области современных технологий. В 1989-м Евдаев переехал с семьей в Америку. Главным источником его вдохновения была русская и азербайджанская художественная культура, а также творчество художников-авангардистов начала прошлого века. В 2003 году он опубликовал сборник стихов «Бакинские ритмы». Ноберт Михайлович Ирдаев создал очень богатый, хороший труд, очень нужный, на мой взгляд, и для филологов, и для всех тех людей, которые интересуются историей Бакуа. Соболезнования семье и близким покойного направил президент Международного благотворительного фонда «Стмеги» Герман Захарьяев. В Иерусалиме начался чемпионат мира по шахматам, в котором принимают участие 12 лучших мужских команд. В этом году турнир проводится в новом формате, который объединяет команды в две группы по шесть человек, соревнующиеся по круговой системе. Четыре лучшие из каждого пула проходят в плей-офф, где они играют по два матча против соперников в четвертьфинале, полуфинале и финале. Чемпионат совершится в пятницу, каждая игра будет длиться 45 минут. Катер не сдержал свои обещания перед Израилем, не обеспечив евреев молитвенными помещениями и возможностью готовить кошерную еду во время чемпионата мира по футболу. В страну Персидского залива приехали около 10 тысяч верующих евреев из Израиля и других стран. Ранее сообщалось, что они смогут покупать кошерные бутерброды в Дохе. Равин Марк Шнайер из Нью-Йорка объявил об открытии первой кошерной кухни в Катаре, как раз к матчу открытия турнира. Напомню, что Катар и Израиль не поддерживают дипломатических отношений. Тем не менее, стороны на время чемпионата, который продлится до 18 декабря, разрешили выполнение нескольких прямых авиарейсов. В общинном центре горских евреев в Сокольниках отметили 85-летний юбилей выдающегося религиозного деятеля первого раввина Советского Союза и России Адольфа Шаевича. Поздравить именинника пришли духовные лидеры различных конфессий, представители правительства, известные научные и общественные деятели. Репортаж Лены Музык. Еврейская религиозная и культурная жизнь в России сегодня необычайно разнообразна и насыщена. Трудно переоценить вклад Адольфа Соломоновича в устройство еврейской жизни в России сегодня. Мне в жизни очень повезло. Я знаком с таким количеством прекрасных людей. К сожалению, к великому многих уже нет в жизни. Но живя в маленьком 50-ти тысячном городе, никогда даже в самых смелых своих снах не думал, что когда-нибудь не то, чтобы пообщаться, а вообще начать дружить с такими великими людьми. Прекрасный человек, идеальный, добрый, заботящийся. Он ко всем людям с любовью и с желанием, чтобы любой человек, который вокруг него и до которого его руки не доходят, чтобы жил хорошо, чтобы жизнь хорошо складывалась, чтобы вообще люди рождались для счастья и счастливо проживали свои жизни. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это сотрудничество между вами и посольством государства Израиля в течение вот этих всех лет. С тех пор, как мы возобновили дипотношения с 91-го года, оно продолжается, оно расцветает. Мы всегда приходим, всегда рады приходить. И многое благодаря вам действительно. И будем продолжать. И поэтому скоро у нас Ханука. Так что это еще один праздник света, как и юбилей. И я хочу вас поздравить, Адольф Соломонович, с этим юбилеем. И с тем, что вы можете видеть, вы посмотрите в зал, все ваши друзья здесь. И это самое главное. Лехаим. И классики нам в помощь, если это. Равину приношение от поэта. Равин в России больше, чем Равин. Сын Соломона, он Адольф Шаевич. Он послан нам. И он такой один. Общение с Рэбе и приобщение к традиции должны быть обязательно удовольствием. И это у Адольфа Соломоновича получается. Благодаря обаянию, чувству юмора, доброте, мудрости. Свой юбилей Адольф Соломонович встретил в кругу близких, друзей и коллег. Вечер состоялся при поддержке Международного благотворительного фонда Стемеги. Президент фонда Герман Захаряев лично поздравил юбиляра и отметил его участие в религиозной деятельности и его внимание к вопросам благотворительности. Адольф Соломонович, вы прекрасно знаете, как мы вас все любим, уважаем. Я знаю, какое отношение у вас есть к нашей общине. Вы тот человек, который 20 лет назад благословил наш фонд, фонд Стемеги. И с Божьей помощью, вот после вашего благословения, мы делаем очень многие благие дела. Так что я вам всем советую, если у кого какие-то есть пожелания или какие-то проекты, подойдите к Адольфу Соломоновичу. Если он будет благословлять, значит у вас все получится. Это я говорю от чистого сердца. Как и в непростые 90-е годы, Адольф Соломонович был свидетелем становления нового российского общества и сегодня вместе со своими единоверцами и согражданами преданно служит своей религии. Адольф Соломонович был главным раввином Советского Союза. Теперь он главный раввин России. Дважды главный раввин. А учитывая, что выходцы из Советского Союза живут в Израиле, на исторической родине евреев, живут по всему миру, и, так сказать, в его епархию сейчас входят все страны бывшего Союза, то я думаю, вы согласитесь, что иногда его вот в такие торжественные моменты можно называть верховным раввином. Я в Хораневе Синагогу, это первый раз, когда попал, для меня был шок. Это было еще в 90-е годы, конечно, даже в 80-е, по-моему, я как-то приезжал туда, но для меня это был вообще какой-то потусторонний мир, потому что я был светский мальчик, и особо не... иудаизму не уделял достаточно внимания. Потом уже, в конце 90-х, я уже осознанно пришел в этот мир. И Адольф Соломонович, конечно, уникальный человек, что в те годы, когда было сложно, он эту лямку тянул. Мне посчастливилась встреча с Адольф Соломоновичем почти 40 лет тому назад. Это было время, когда все ученые, специалисты утверждали, что иудаизм в Советском Союзе обречен. Пройдет 10-15 лет, и он исчезнет. Но были такие люди, как Адольф Соломонович, которые сделали все, чтобы сохранить. Это общность людей, древнейшую в нашей стране, одну из древнейших в мире, с их особой культурой, просто особенной, для того, чтобы они украсили то многоцветие национальности, религии, которые есть в нашей стране. Так случилось, что первым раввином в моей жизни, а уже достаточно взрослой жизнью, был Адольф Соломонович. Так случилось. Я уже жил в Москве и познакомился с ним здесь уже. Я уже был достаточно взрослым человеком. Как-то так получилось, что в моей предыдущей жизни я не был человеком религиозным. Да и сейчас, наверное, я не религиозный человек, но вот понятие еврейской жизни, понятие еврейской культуры, понятие еврейской традиции для меня во многом связано с Адольф Соломоновичем. Поэтому этот человек для меня на все времена. Владимир Соломонович, ваше усилие, которое вы все эти годы прилагаете для того, чтобы объединить наш еврейский мир, те самые времена, когда это было почти немыслимо, вы делали и вы объединили и наших, и европейских, всех вместе, все вместе с одним столом, с Божьей помощью. Вы знаете, Адольф Соломонович, прежде всего, это легендарная личность. Человек, у него в нем, понимаете, вообще, когда мы говорим про человека, это его мысли, это его качество человеческое, его действия. Я бы сказал, вот эти полноценности, которые есть в этом человеке, когда в любой момент можешь посоветоваться с ним, скажет тебе правильный, мудрый совет, его сердце, его чувствительность, его забота, его переживания за проблему каждого человека, каждого еврея. И, конечно же, его действия, это уникально. Сегодня мы еврейская община, и это сверху нам разрешено. Но единение вокруг раввина дано нам свыше и дано давно. Уроженец Хабаровска прошел путь от советского инженера до главного раввина Советского Союза и России. С именем Адольф Шаевич связаны многие значимые страницы иудаизма в России. Адольф Шаевич для меня старший товарищ. Хотел мой коллега, но старший товарищ, я всегда его ценю и уважаю как старший товарищ. Я сам с Ленинграда, Новин, еврейская община. Мы дружим долгое лето уже, много лет дружим. Еще со студенческим... Имя Равшаевич слышал почти 40 лет назад, когда папа впервые приехал в Советский Союз, когда еще было, и встретил первый раз Равшаевич, приехал домой и рассказал нам всем, что там есть один человек, главный раввин, который держит все, что нужно там. Это первый раз. До сих пор уже наше знакомство только больше и больше стало моим уважением к нему. И все, что его деятельность, то, что он делал здесь, десятки лет. Тяжелые времена, лучшие времена, хуже времена, для него это все одинаково. Мы вместе с ним прожили несколько периодов, когда только Маца, может быть, знаменитая из хоральной синагоги, она доходила в разные уголки, в разные города. Но постепенно все это больше развивалось. Мы вместе с ним боремся с антисемитизмом. 32 года нам не стыдно, что когда-то мы познакомились с главным кантором, с главным раввином. И несем это знамя и еврейство по всему миру. Давайте пошумим и поаплодируем Адольфу Соломоновичу Шаевичу. Он был первым, кто получил диплом раввина при советской власти. Благодаря энергичности и целеустремленности у евреев в России есть главное – ощущение национальной принадлежности и собственной идентичности. История вашей семьи, ваших родителей, жизнь в Биробиджане, то, какими себя ощущали и какие дела творили ваши родители и вы, будучи молодым человеком, не оставляет вопросов о том, кем вы должны были стать. У вас, безусловно, с самого начала, изначально была миссия. И эту миссию вы с честью несете очень много лет. Мы с братом одно единое целое, хотя у нас разные взгляды на жизнь порой бывают, и у нас разная стезя, но это никак не умаляет нашей любви друг к другу. В жизни тот, кто с ним встречался и тот, кто с ним дружит, он может себе отнести к счастливому человеку. Круг этих людей, которым помогает Адольф Соломонович, он не ограничивается только иудейской общиной. Я помню, когда меня избирали секретарем Межрелигиозного Совета России, позвучало мое имя и повесла пауза. Я думаю, ну все, никто не выберет. Тут ставят Адольф Соломонович и говорят, ну, отец Дмитрий наш человек, мы давно его знаем, почему? Давайте проголосую. И меня выбрали секретарем Межрелигиозного Совета России. Это вот чувство помощи, всегда желание помочь, прийти на помощь, искренность. Это то, что отличает Адольф Соломонович, как у нас говорят, на многое-многое летово. Нам солнце светит днем с рассвета до заката, а ночью светят нам и звезды, и луна. Давайте проживем красиво и богато, жизнь долгую и славную, что только раздана. Жизнь – это чудо. Каждый человек – это чудо, явление. Бывают, конечно, чудеса, которые удивляют. Иногда, кажется, даже творец удивляется. Вот это чудо. Но слава Богу, когда через человека является в каждом его действии, в каждом проявлении его жизни чудеса. Везде, во всем чудеса. Каких соседей – это благословение от Бога иметь, каких мы имеем здесь в Москве в вашем лице. Когда есть хорошие соседи, они порой, я сам родом в Закавказье, говорят, хорошие соседи, они бывают гораздо порой ценнее, чем даже близкие родственники. Такие выпадают моменты в жизни каждого человека, когда Бог посылает испытания. Но, как учат наши мудрецы, все-таки Он посылает этим людям испытания, не такие, которые они не могут выдержать. Найти приемлемый путь для себя. Главное – оставаться в любых обстоятельствах человеком. Грамотный, сильный и человеколюбивый лидер помогает людям по всей стране не забывать о главных ценностях – сострадании, взаимопомощи и о чуде человеческой жизни, дарованной Богом. Во всех своих делах Адольф Соломонович думает о людях, об их интересах, о создании перспектив для их личностного и духовного роста. В подтверждении тому множество благодарностей и теплых слов в адрес юбиляра от гостей вечера. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Мы присутствуем во всех популярных социальных сетях – Инстаграмме, ВКонтакте, Фейсбук. На наших страницах доступны обзор важнейших новостей еврейского мира и нашей передачи. У нас есть два телеграм-канала. Вы можете следить за новостями еврейских общин по всему миру в сообществе «Первый еврейский». А канал «Стмэгги. Горские евреи» собирает всю информацию касательно жизни Джоуро. Мы всегда рады обратной связи. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, следите за обновлениями в соцсетях, оставляйте комментарии. Это все новости еврейской жизни на сегодня. Если вам нравятся наши видео, ставьте лайк и подписывайтесь на «Первый еврейский». Чтобы не пропустить новые выпуски, жмите на колокольчик и оставляйте комментарии под видео нам важного швы. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин